Солженицына сегодня впервые вручали в Москве. Всего таких стипендий 10 на всю страну, поэтому отбор был серьезным. Дмитрий Мельников, а тех, кто удостоен чести каждый месяц получать стипендию Александра Исаевича. Однажды, взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться, сказал писатель во время своей Нобелевской лекции. Тяжкое бремя ответственности, обещанное Александром Солженицыным, они пока не чувствуют, скорее радость. Филологи, журналисты и один историк, первые 10 лауреатов государственной премии имени Солженицына, прошли серьезный отбор и были признаны достойнейшими. К четвертому курсу в портфеле Анны из Архангельска накопилось 25 публикаций, 14 почетных дипломов и бесчетное количество грамот. Я представляла свои публикации в газете Архангельский, газете районной нашего Белого моря. С тем представляла сборники, в которых вышли мои стихи. Там у нас есть несколько клубов поэтических, у них выходили сборники, тут у них я обчаталась. Отныне каждый год авторитетная комиссия будет выбирать 10 студентов, заслуживших своими достижениями в литературе, политологии и журналистике, право на получение этого гранта. Потерянное поколение, которым, как опасались родители и учителя, станут родившиеся в начале 90-х годов, демонстрирует недюжинную глубину мысли, достойную имени Александра Солженицына. Главное было показать, им продемонстрировать свои творческие возможности, а нам их увидеть. Я считаю, что мы все-таки достаточно справедливые выборы осуществили. Профессура и ректоры ведущих российских вузов вспоминали времена, когда за одно упоминание Солженицына, а уж тем более за чтение его трудов, у них тогда еще студентов были проблемы с партийными ячейками и органами госбезопасности. Изменения, случившиеся, как кажется, сейчас за одно мгновение, принесли один день Ивана Денисовича в школьную программу по литературе. И вот в зале фонда русского зарубежья имени Солженицына Наталья Дмитриевна Солженицына вручает стипендиантам в подарок книги мужа. Это будет для них помимо материального подспорья, которое в наше время студентам очень даже нужно, но помимо этого это будет упругий трамплин, с которого они смогут, благодаря своим, конечно, собственным усилиям и талантам, но и благодаря этой чести они смогут прыгать высоко и далеко. Во всяком случае, я этого им желаю. Дмитрий Мельников и Виктор Мамаев. Вести. Москва. Год России во Франции начался с очередной.